Январьский этап ЕНТ стартовал в Казахстане. Продлится он до 10 февраля. Заявки на участие в этот раз подали больше 130 тысяч человек. В основном те, кто набрал пороговый бал летом. Точнее, те, кто не набрал пороговый бал летом. О том, как проходит тестирование, расскажет мой коллега Рауль Габитов. Досмотр на входе, камеры видеонаблюдения и тестовые задания. Атмосфера в аудиториях для сдачи ЕНТ максимально напряженная. А еще во время экзамена работают глушители сотовой связи. Поэтому, если телефон и удастся пронести, он вряд ли поможет. Собой на тестирование можно брать только удостоверение личности, воду и шоколад. ЕНТ в январе раньше не сдавали, но 4 года назад правила изменились. Шансов поступить в ВУЗ у абитуриентов теперь в 5 раз больше. Протестировать свои знания можно в январе, марте, июне и августе. Январские ЕНТ имеют две категории, имеют право сдавать. Это выпускники текущего года, то есть 11-классники и 12-классники, а также студенты первого курса, которые были условно зачислены на первый курс. Начиная с марта месяца, все желающие, это выпускники прошлого и текущего года, имеют право сдавать. Желающих пересдать ЕНТ в этом году много. Настолько, что в цифровой системе от большого потока заявок произошли сбои, и сроки их приема пришлось продлевать несколько раз. У нас идет поэтапная работа по усилению именно нашей инфраструктуры, для того, чтобы таких сбоев в будущем не было. В прошлом году тоже были проблемы, но такие у нас проблемы в основном происходят в первые дни регистрации, особенно первые часы. Тут не только дело в специалистах, но и дело в оборудовании, которое надо закупать, надо устанавливать. Главная задача, которая стоит перед нами, это чтобы таких ситуаций по сбою нашей системы, чтобы не было особенно перед основными, где ставки очень будут высоки, это на грант. И во-вторых, количество желающих, конечно, будет намного больше, чем на январском. Все, кто наберет пороговые баллы зимой, получат сертификаты. Он дает возможность поступить в любой вуз, но только на платной основе. Накануне январского этапа ЕНТ к абитуриентам обратился министр науки и высшего образования САЭС Атнорбек. Рад сообщить, что для вас ЕНТ 2024 остается без изменений. На тестирование вы сдаете лишь два предмета. История Казахстана 20 заданий, пороговый балл 5. И грамотность чтения 10 заданий, пороговый балл 3. Время на выполнение заданий 70 минут, а сами творческие экзамены пройдут в вузах. Данное решение было принято на основе пожеланий как самих абитуриентов, так и на экспертном мнении профильных ведомств. В профильном министерстве уверены, проведение ЕНТ 5 раз сделает высшее образование более доступным. Ну а январский экзамен продлится почти месяц. В целом он ничем не отличается от обычного. Разве что на улице не видно родителей с волнением ожидающих своих детей. Холодно. А следующее тестирование абитуриенты смогут сдать уже в марте. Рауль Габитов, 24КЗ.